Короче, видите, этот Х-7 сзади? Сейчас на этом Х-7 я буду уводить клиент у Бомбил, который стоит рядом с этим вокзалом. Вы и здесь не должны работать. Проколы твои машины будут хорошо. Меня Катя зовут. Катя, здесь поладят, ребята, и работают. Я в чем проблема, я просто утащил. Ушел до всего. Не надо меня трогать. Ты работай, агентство, что здесь стоишь-то я? Уведи свои машины. Что ты делаешь? Нормально, все, иди. Блантинки? Ну да. Ребят, это новый формат на канале. Я записываю этот видос уже после того, как мы все отсняли. А снимали мы очень долго. Три дня ушло на съемку этого видоса. Кучу пройденных километров. Очень много стресса, нервов, потраченных на съемку и взаимодействие с людьми. Я надеюсь, вы оцените. И на самом деле, я думаю, это стоит того. Сколько мы снимали, сколько было сил вложено. Это все стоит того. Но только от вас зависит, продолжится этот формат или нет. Смотрите этот ролик до конца. Ставьте пальцы вверх. Пишите тайм-коды, которые вам заметили больше всего. Ширьте этот видос со своими друзьями. И погнали! Сейчас я расскажу, что я придумала. Я буду ездить по разным транспортным узлам, где стоят таксисты, которые возят людей не только по каким-то агрегаторам. Которые просто возят людей за денежку. Я буду приезжать туда под соусом, что я таксист, я тоже развожу людей, и мне нужны деньги. Понятное дело, зачем я этим еще занимаюсь. Но сразу забегая вперед, скажу, что все пошло не по плану. Каким образом все пошло, вы увидите дальше. Но это было дико интересно. И первая реакция таксиста меня поразила больше всего. А сейчас я покажу, какую тачку я выбрала, чтобы бомбить. Зацените. Короче, видите, этот Х-7 сзади. Сейчас на этом Х-7 я буду уводить клиентов у бомбил, которые стоят рядом с этим вокзалом. И мне дико интересно, что из этого выйдет. Никита, подойди сюда. Это наш первый актер. Он будет подходить к ним и спрашивать, за сколько довезешь до типа Казанского вокзала. Я просто, я так смеюсь, я уже предвкушаю то, насколько их будет рвать просто на кусочек. Здрасте, а вы работаете, да? А у вас телефон случайно подзаредить нельзя будет? У меня просто телефон сфил. Мне до Казанского вокзала ехать. У вас сколько вообще по цене будет? У нас тысячу рублей стоят. Тысячу рублей? А это у вас по всем идет такая фиксированная цена? Да, да, у нас фиксированная цена. Извините, а не подскажете? А у вас телефон заредить нельзя? Я просто вызвал через Яндекс, у меня просто сел. А я сейчас уеду. А, у вас же заказ есть? А, понял. За тысячу рублей? Вообще, когда я шла к первому таксисту, я не думала, что меня кто-то будет абьюзить, что это просто тестовый вариант, и все будет хорошо. Но первый случай меня просто облил, как холодной водой. Молодой человек, а вам куда надо? А на Казанский вокзал сколько будет стоить? Ну, сколько вам назначили цену? Сколько вы сказали на Казанский? Тысячу рублей? Тысячу рублей, да. Я за 800 могу довезти. А что можете довезти? У меня вот, я на Х7, там БН стоит, таксую на нем, вон он. Ничего. А зачем вы таксуете здесь? А что, мне нельзя, что ли? Вмешно нельзя. Нет, можно. Ну, понимаете, бизнес-класс такси в точно времена. А у вас зарядиться можно будет, я перебью? У меня беспроводная зарядка есть. Да, ну, когда, типа, извините, там дешевле на 200 рублей. Ну, и как бы другой класс еще. Поехали у вас 500-глаза. До 800? Нет, я могу за... Окей, 500. Почему? Нет, стойте, стойте, не критично делай. Иди отсюда, вон. Мадыш, он сделал выбор. Какой выбор? Он сказал, что со мной поедет. Мы здесь металл для работы. Почему? Я тоже, вот, смотрите, у меня есть вот все, что надо. Вот, хватит браку на твой машину, будет хорошо. Вы что, проколоть машину хотите? Да спокойно, мы разберемся. Ладно. Все, пойдем за 500 довезу. Пойдем за 500 довезу, пойдем. Ладно, смотрим. Ё-мо-мо-мо. Вообще жесть, заходи. После этого случая я просто охренела. Я думала, он реально сейчас пойдет, подойдет ко мне и начнет делать свое грязное дело. И после этого я уже поняла, что все, контент будет литься как рекой, и я тут королеву вообще всех бомбил. А вы работаете или вы свободны? А вас можно будет телефон зарядить? У нас просто сел телефон, мы бы через положение вызвали. Не получится вызвать кучу, а тут таксиста. Вы вызвите кого-нибудь другого. Понял. Жаль. Сколько долюберец будет стоить? Долюберец? Да. У меня дороже Яндекса 2 тысячи. 2 тысячи? Да. 2 тысячи. Извините. А у вас телефон нельзя будет зарядить случайно еще? А вам куда надо, ребят? Долюберец. Вам до куда надо? Долюберец. Долюберец? Да. И за сколько вам сказали довезутся? За 2 тысячи. Ну, я могу за 1 900 довезти. Смотрите, давай. Ну, я просто предлагаю свою цену, ребят. Ну, нужно. Предлагайте там и все. Нет, это их выбор. Типа, вы можете поехать на этой машине, можете поехать на той. Понятно. А телефон можно? Да, у меня беспроводная зарядка, вон там BMW X7 стоит. Ну, можно, я думаю, тогда, да. Ну, окей. Я за 1 800 довезти. За сколько? За 1 800. 1 800. Ну, окей, я за 1 750 довезти. За 1 600 довезти. Вы на газу, что ли, едете? У вас такие расценки? И ваше дело. Хорошо, я полторы тысячи могу довезти. Полторы тысячи. За полторы тысячи, ну, ладно, я типа... И беспроводная зарядка там. Ну, активные торги. И у меня водичка еще есть внутри. Все, полторы тысячи, поехали. Все, давай, поехали. Ну. Ну, тут расценки такие просто московские, ребят. Вы были не готовы. Откуда приехали? С Самары. Залезайте. Между локацией мы постоянно перемещались там с места на место. И я почему-то не могла подумать, что эта обклейка является незаконной. Давай, типа, палантинки. Ну, да. Лицензия есть? А эта наклейка мы хотели сфоткать вот с сестрой. И просто забыли снять. Ну, такие наклейки, чтобы есть, такие наклейки, нужна лицензия. Именно вот с такой шашечкой? Ну, такси-шашечки вообще-то по значению. Ну, я думала, что это просто как, знаете, пчелка. Вот даже там на кси, на писке. Ну, это просто как наклейка. Штраф вот такой вот. А вот для чего взяли машинку? Вы просто, вот честно, вы можете верить, можете не верить, но просто сводкаться, потому что прикольно будет. А мы просто даже не знали, что это... А эти штуки сами приклеили? Да, вручную все. Просто распечатали. На принтере. Так, они задерживаются. Они задерживаются. Как вы видите, я отыграла хорошо роль блондиночки за рулем, но хочу сказать, на самом деле, огромный респект выразить всем полицейским, потому что благодаря вам мы ездим со спокойствием за рулем. Отдельное спасибо этому полицейскому, что вошел в положение и отпустил. Но вообще, я считаю, что правильно, что остановили меня, так ездить, конечно, нельзя. И я так ездить больше не буду. Главный успехов, девочка, пять минут, да, штрафы не будет. Я знаю. Я просто вашу машину, я сам так сею. Вот стол, мальчишники стоят, фоткают, да, пять минут. Которые вот там стоят? Да. Впереди закруй. Не переживай, никто не будет. Ну, сейчас что-то в бизнес-классе вообще заказов нету, поэтому вот решили сюда приехать. Но я решила заработать, пока нет заказов. БСК, национальная гостиница, парковка для такси есть, официально у вас ездить, да, в лицензии? Для лицензии, конечно, я ездил. Но я не люблю, я не хочу работать по разным платформам, потому что они забирают большой процент. Вот, ну, блин. Пойдем? Нет, 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 я пока на работе, я не могу. Вам успехов. Спасибо большое. Это ваша, да? А сколько дамы дедового будут стоить? Аэропорт? Да. 3 500? Отсюда? Да, я за 3 400. А у вас какая? У вас девочка машина? А, вот это ваша машина. Девушка, садитесь в машину и езжайте. Так я предлагаю просто, ребятам. Ну, предлагаю, что... А у вас зарядить... Стой, мы тоже здесь работаем. У вас телефон зарядить можно будет? 3 000. Да, это лохот. Да, это лохот. Лохот. У меня есть проводная зарядка, хотите? Ну, в принципе, мне не принципиально, где тут, где дешевле? А сколько, сколько у вас? 3 500? А вы сколько предлагаете? Ну, типа, извините, у него выгоднее получается. Вы понимаете по-русски языку? Идите садитесь с машины и езжайте отсюда. Так я просто предлагаю, они сделают свой выбор. А они садитесь с машины и езжайте. Нет, вы не кричите. Я просто предложила цены, они вроде как согласились. Вот у меня машина рядом стоит. Вы, короче, решаете, что? За 3 можно, типа, если вы не езжаете. Я вхожу сейчас. Сехать за 3. Ну, это, ну, я новый игрок, вошедший в бизнес. Нет, они, по-моему, у нас раскрыли. Хочешь, забери и езжайте? Вы просто подъявите мне. Забери и езжайте. Начинаете, ребят. Я андексисам показываю. А тут мы уже сразу стоим. 2 000, да? Это везде, да, такой шестарев? Вы будете в семь ехать? За 2, да, вы говорите? Ну, да, просто в курсе уже. В любом... Вот такая машина стоит. 1 300? 1 300. Мы просто в прошлый раз решили отклеить эту сторону. Просто подумали, что... Блин, ну сейчас ездить там с шашкой по Москве не очень. И потом мне в голову ввела мысль, что я отклею. Но приклеивать надо будет заново. И лучше мы одну сторону оставим, другую отклеим. И у нас будет еще как раз дополнительное количество материалов. Смотри, 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 идет как хорошо. Я сейчас я просто такая, типа, там открываю, а там просто вся дверь в старапку ходит. Ну что, если YouTube закроется, мне будет ездить заработать. Ну что, ребята, это второй день нашего пранка. И сегодня мы приехали в транспортную артерию Москвы, Южные Ворота, чтобы искать нашу целевую аудиторию. Потому что здесь разгружаются как грузы, фуры, так и люди со всех регионов России. И, как вы видите, я поменяла лук. Надеюсь, что я буду больше походить на таксиста. Но мне уже сказали, что мой прошлый лук более похож на таксишный. А это чисто вот завлекалово. И, скорее всего, все равно не будет никто рамсить, а позовут на кофе опять. Но я буду надеяться, что все будет по-жесткому. И да, я минимум макияжа нанесла, чтобы... Спасибо. Я минимум макияжа нанесла, чтобы быть больше похожа на таксист. Оцените мой лук от одного до десяти. Заглядываюсь уже. Пойдем. Вы работаете, да? Да сколько будет до Шерметева стоить? Шерметева? Да. Какой опыт терминал? Час тридцать покажут. Час тридцать? Час тридцать покажут. Мало. У меня наличка, если что, есть. Типа... Пойдемся. А, типа... Ну, ладно, давайте. У меня наличка, если что, есть. У вас размен босс пяти? Ларин. Это. В Шерементьево. В Шерементьево? Да. А за сколько тебе сказали довезти? За две триста вы сказали? Я об этом спешу, я не пойду. Там пробка какая-то. Пробка? Ну, поехали тогда, я не знаю. Ну, поехали тебе двигать. Странно. Я не знаю, что, он прям вообще такой резко переметнулся. Ну что, мы попытали удачу в одном транспортом узле, южные ворота, мы потерпели крах, приехали в другую транспортную артерию, аэропорт Внуково или просто внучка. И сейчас будем здесь пранковать таксистов. А еще на въезде здесь стоят очень милые сотрудники ДПС. Там один из них был мой подписчик, вот. Тебе салам алейкум, если ты слушаешь меня. Спасибо тебе за хорошее настроение. Вешаем шашку. И отправляемся на приключения. Но я поняла, что я не до конца маскируюсь, и мне нужна еще вот такая худи штука, чтобы сделать вот так. И подойти к таксисту сказать. За 800 поедем. Пойдем. Просто вот так такси. Давай, ладно, просто пишем такси. По-английски только. По-английски? Ну, я думаю. А, ну типа там еще, да, международный. Мы же знаем English. И для того, чтобы мне было удобно с этой табличкой ходить, мы взяли такую проволоку. Сейчас делаем самодельный крепеж. Мы начинаем этот трэп. Трэп. Сегодня едем делать прэнк. Прэнк. Чё-то на между ногами болтается. Прэнк. Трэп. Поехали. Что? Э, она мне нужна, я тоже таксую. Серьезно? Да, у меня тачка вон там стоит. Где? На той парковке. Дайте мне работать нормально. Можете, пожалуйста, не трогать меня. Ну что, зачем вы меня дергаете? У вас заказ? У меня нет. Я жду, пока выйдут отсюда и кого-нибудь взять. А вот так? Ну да. Тебе как зовут? А зачем вам мое имя? Я хочу, чтобы разговаривать, общаться. Сколько это метро Топу станет? Сколько вам сказал? 1500. Вот столько и стоит. Я 950 довезу тебя. 950? 950, да. Такси вообще? Ну да, вот такси не видишь, что ли? Мы же видим, у нас хочет поехать. Дружка. Что? Пойдем, брат, скажите. Солнце. Да не надо ничего рассказывать. Подстава или кто? Что? Ты подстава? Нет, я сюда приехала. Вот там работай, пожалуйста. Почему? Я домой. Откуда нарисовались тут? Да это вы нарисовались, а мы здесь были. Вообще-то это наша точка. Мы здесь работаем. Люди в курсе. Подожди секунду, просто мне тут что-то начинает впаривать непонятно. Они впаривают, послушав меня. Я здесь стою, чтобы поймать человека, который можно. Ты здесь не работаешь, правильно? Почему я не работаю? Потому что это свободный рынок. Это свободный рынок, бизнес. У тебя нету или в камер, мамер? Ничего нету у меня. Я не знаю, кто это. Девушка, вот 950 отвезешь? Ну, отвезу, да. Брат, езжай, 950, потом как приедешь, поговорим. Хорошо. А что вы хотите со мной обсудить? А почему я не могу просто здесь приехать и... Ты в Москве вообще живешь и работаешь? Нет, я приехала из Балашки. Балашка? Ну, тоже недалеко от Москвы. Еще раз спрашиваю. Меня Катя зовут. Катя, я здесь в Москве, ребята, и работаю. Брат, брат, никуда не вхати. Стоять и работают. Ты понимаешь, о чем я говорю? Почему? Это свободный рынок. Я могу здесь спокойно вести бизнес. У меня здесь бизнес, у вас есть бизнес. Как из-за твоих глазах. Первый раз, после, парня заберем. Я не знаю. То есть мне больше здесь нельзя будет таксовать? Нет, это ваши знакомые или нет? Нет, езжай, наши знакомые. Да, считай, что наши знакомые. Все, а ты поедешь со мной? Я поеду. Но я сюда смогу вернуться. Нет, нет. Почему? Ну, здесь нет. А почему? Можете объяснить, что это свободный рынок? Вот у меня тоже такси. Ты мне езжай. Куда едем? Я на такси. А? Ну, я говорю, такси. Такси нужно? Куда едешь? Без разницы, выяснил? Нет, ну, куда заказ будет? Ну, ясно, ко мне. Семерка БМВ поедешь? Ну, я не знаю. Отпустите его со мной? А? Отпустите его со мной? Зачем отпусти? А тут я у тебя пущу камни. Это странно выглядит. Ну, хорошо, могу за 600 тебе. Хочешь я? Поехали за 600. Странно, скажите 1200, но на 600 скидываю. Ну, странно, но это бизнес, надо как-то крутиться. Парень, а ты куда едешь? Митро Коломенское. Сколько будет стоить? Ну, могу за... Просто мне предложили, там за 1600, здесь за 2 предлагают везде. Я за полторы довезу. Полторы? Да. Поехали. Я не знаю. Ну, все, тогда его забираем, его не бросишь? Дешевле никто, я думаю, не предложил. Ну, хорошо. Поехали. А это идет? Аукцион идет? Давай, короче. Хорошо, ладно. Не, мне просто, пойми, пойми, мне нужно доехать. А вам он не нужен? Ладно, клиент, поехали. После двух дней съемок, после того, как мы проехали все популярные места, мы поняли, что наша тактика не работает, потому что таксисты не выходят на агрессию, они не провоцируются, и наш прежний способ не работает. Тогда в светлую голову одного из нас пришла идея, что надо менять тактику, и тогда уже не я притворялась таксистом, а мой компаньон. Здравствуйте. А вы везете, да, такси работающее? Мне до Коломенского надо. Три тысячи украинского. Три тысячи? А не дороговато ли? Две тысячи, две тысячи. Две тысячи? Ну, я что-то смотрела, отсюда, ну, рублей, ну, тысячу сто. Но, типа, за, там, 1800 не отвезете? Отвезете. Отвезете? Да. Мне в школе такси ищутся? Да, вы таксист? Вы так подскочили неожиданно? Ну, типа, да, вы так машина просто там стоите. А, ну, мне до Коломенского надо. Работаешь в такси? Да. А, подошла же, камнящик справит. У тебя просто, ты что, просто спросил? Ну, она же подошла ко мне. Я спросил, просто с кого там здесь, правильно? Мы здесь стоим и работаем. Первый раз приехал сюда. Ну, я понимаю тебя. Ну, типа, сколько, сколько, сколько вам сказали? Ну, какая разница, сколько? Может, я меньше. Две тысячи мне сказали. Ну, за тысячу. Да. По-моему, это Коломенский? Да. Ну, я просто телефон в машине оставил. За тысячу? За 700. Ну, хорошо. Девочка, садитесь. Я вас за 700. Какая? На этой машине? Да, да, садитесь. Я просто в ТВ. Ну, мне отвезете, говорите, за 2000 отвезете? Нет, нет, я вас отвезу за 1700. Садитесь. До 1700? Да, BMW. Можете посмотреть, можно сходить. Ну, а ты сможешь еще цену скинуть? До Коломенской? А это можешь показать по карте? Или у вас нет? У меня телефон разряжен, мне еще зарядка нужна. У вас есть зарядка в машине? Да, есть. Ну, давайте попробуем. До Коломенского. Пойдемте. Извините. Давайте я вас за 1500 отвезу, садитесь. За 1500? Да, я вас отвезу. Это что, торги какие-то? Да, да, у нас торги, садитесь. А так принято тут вообще? Вы всегда так общаетесь здесь? Я не знаю, к чему ты пришел сюда, я не понимаю просто тебя. Ну, просто мне надо сейчас уехать туда. Ну, езжай тогда. 1500, окей, давай. 1400, окей. Ну, окей. Короче, я не знаю, к чему. У вас всегда, у вас всегда такие... Почему вот это, я не понимаю тебя. За 1400 на БМВ поеду. На БМВ, пожалуйста. Я не хочу торговаться. Извините, до свидания. 1400 на БМВ, пойдем. После того, как у нас получилось, мы поняли, что это схема рабочая и ринулись в следующий день, в третий день, снимать уже обкатанную тактику. И как вы видите, или как сейчас увидите, зашло очень хорошо. Ребят, мы продолжаем наш пранк, и теперь наши роли меняются. Я в роли миленькой блондиночки-девочки, которая ищет себе такси, чтобы доехать до Москва-Сити, ну, или до какого-то центра московского. А это Мишаня. Он наш бомбило, который просто покажет этим таксистам, где раки зимуют, как нужно работать по-пацански. Вы сколько отвезете до Москва-Сити? Ну, больше 2,5. 2,5? Да, больше. Больше 2,5. Ну, хорошо, сейчас я еще спрашиваю. Вы работаете, да? Да, я работаю. А подскажите, мне нужно до Москвы-Сити доехать. Не вопрос. А сколько будет стоить? Ну, по программе у нас. А сколько будет по программе, подумайте? Ну, точно не скажу. Вы можете посмотреть? У меня просто не работает, я на вас. Просто мы не можем посмотреть. Это зависит от времени и от километра. В конце итог бывает. Ну, где-то час надо ехать час. Девушка, нужен такси? Вы таксуете? Да. На Х7. Почему вы не на машине здесь? У меня там машина. Что? За что делаете? Ну, мы работаем, вы работаете. А где в ряду? В компании вот мы таксуем. Наша агентство. Агентство наше. Какая агентство? Рубин. Ну, я могу с человеком поговорить? Нет, нет, нет. Что ты говоришь? Ну, хочу узнать, за сколько довезти. Когда... Ну, давай поговорить там. Пойдем ко мне. Что ты хочешь? А что поговорить? А чем ты хочешь поговорить? Хочу узнать. Что узнать? За сколько вообще тут возят как? Тебе какая разница? Просто поговорить. Нельзя поговорить. Нет? Деньги стоят. Я понимаю. Нет, я понимаю, просто... Тебе емкость. Нет, ну зачем вы так ругаете? Ну, давай иди, пока я не ругаюсь с тобой. Иди туда. Нет, я тут стою. Почему вы мне указываете? Иди туда, я тебе говорю. Надо будет указывать сейчас тебе. Не надо мне указывать. Надо указывать. Нет, в чем проблема, я просто уточню. Ушел, ушел. Не, ну что на них ушел, я тут тоже стою. Ты что, блин, не видишь, ты не разговариваешь. Вот тут стою. Здесь ты не будешь стоять. Давай иди туда. Я могу вот там постоять. Не надо меня трогать. Пока я тебя не трогаю. А зачем мне нажимаете? Я тебе говорю, я тебя не трогаю. Молодой, где твоя машина? Вот там машина стоит. Иди, машина, молодой. Что вы за мной ходите? Иди, говори, на машину сейчас. Какую машину? Где твоя машина? Вот там стоит. Иди на машину. А там трудно найти, пока я не заехал. Я тебе говорю, где? Спокойно, давайте поговорим. Я тебя сейчас не трогаю. Сейчас я тебя буду трогать, поймешь. Я понял, я понял. Я понял. Все нормально. нормально нормально все просите я понял я понял просить бывает не просто же готов к работе я просто же работаю здесь в аэропорту да и пойти в городе ты там яндекс оплачиваешь он просто подумал чуть побольше до выходных для паци работать не можешь работать где хочешь как хочешь ты там платишь и работа на здесь платим я понимаю вот к тебе не лезем ты тоже хорошо мне нет так короче есть план я предлагаю сейчас когда подойдете начнете торговаться и ты скажешь что ты уступаешь этому чуваку чтобы ангелину увезли ой да как раз не работает телефон почему-то могу вызвать яндекс а вы по яндекс работаете или вы сможете просто довести мне нужно до москва сити вам такси нужно да москва сити и такси да а чё здесь стоишь здесь стоит иди занимайся своим делом и здесь не надо такси иди занимайся садить вы сказали за 600 езжайте с ними я не повезу езжайте все я не буду ведь садить езжайте садить ну да москва он просто пошел он просто пошел ангелина вообще не поняла о чем происходит это был пранк это был пранк внутри пранка да типа welcome это был пранк внутри пранка мы вас поздравляем я хотел взять вашу сумочку опишите как ваши эмоции панк для тебя я просто предстоит с ними ехать а просто забирали меня балаково с пластинкой блин жесть какая как магнитные люди и что мне делать такое все я увоняю свою оператора то что тебе не придумал 100% кто это придумал шумить его надо далеко от сюда ну да 45 км а сколько выпить им да 2 200 девушка такси интересует а вы общает не у меня просто бизнес такси хотел предложить не нужно сушами говорим что скоро я подожду то еще хотел спрос ему предложил просто и предложить не нужно не предлагаем если что хорош выйдите сидите машины у вас там а вы яндекс я идите сидите машинами за 17 этот вокзала работаем чтобы подлезать у меня на игру 7 на их седьмом могу поедите говорить видите своей машине что вы это не ну предложить хотим иди отсюда ну а куда смотри слушай чё ты лезешь а я не лезу что ты лезешь я не лезу я спросил кто-то кого спрашиваешь что ты где твоя машина иди иди твоей машине говорю иди отсюда я тебе говорю иди я тебе лезу куда ты с кем говоришь нет не лезть а чё ты лезешь я спросил просто не надо спрашивать нормально тебя видеть я тебя виду нормально ты нормально себя бить я нормально я сами не рупов ведешь себе по разному по-разному на чем узнаем по эфиру работы не а как ты работаешь ноги работают и когда ты с кем-то говоришь это тебе учили как тебе вести а учили меня а как не учили а но хотел украшили плохо тебе учили вы уход за мы ходить на счете ты же ко мне пришел правильно не аж тебе пришел я ником пришел а кому ты пришел я решаюсь а чё ты так ведешь себе ну все я ушел ну идея у нас акция сегодня рекламируем компанию просто понимаешь обведи себе нормальные свои вы зарабатываете мы зарабатываете зарабатывать у нас такие услуги нам так сверху сказали вот как говорить на таки подходит спокойно я же это не сам придумываю ну не надо чего материться общаюсь то что не разговаривали если потому что разговаривать я бы не подошел хорошо все вы будете что вы ругаетесь и работы ругаетесь ну я не матерюсь хотя бы не вижу ребята был абсолютно новый формат и я не знала чего ожидать я думаю что может дойти все до драки до синяков и так далее но это было бы настоящей сюрой но я хочу сейчас кинуть респект всем таксистам да я понимаю что в каких-то моментах мы возможно перегнули мы специально выводили на эмоции на агрессию и кто смотрит меня работают такси настоящие молодцы в респект вам если на этом ролике наберется 20 тысяч как то я сделаю продолжение и вообще очень много на самом деле негатива очень много жести было поэтому давайте сейчас делаем ставку котиков милых котиков вот и за них тоже лайк поставьте и киньте респект комментариях все всем пока до новых встреч